Город подводит окончательные итоги своей жизни и работы в 2017 году. На очередном майском заседании Ирбитской думы депутатам будет предложено рассмотреть итоги работы главы муниципалитета, администрации Ирбита и исполнения муниципального бюджета за этот период. Заседание состоится 31 мая, а пока администрация проводит все предусмотренные уставом города подготовительные мероприятия. В частности, на днях прошли публичные слушания, на которых собравшимся были предложены итоги исполнения бюджета за 2017 год. Общий объем городского бюджета в прошедшем году составил более 1 миллиарда 270 миллионов рублей. Именно столько муниципалитет потратил на решение всех задач, стоящих перед ним, как в рамках исполнения делегированных государственных полномочий, так и для создания условий для нормальной жизни горожан. Своими силами за счет поступления налоговых и неналоговых платежей город смог заработать 437 миллионов рублей. При этом администрации города постоянно ведется работа, направленная на увеличение данного показателя. В рамках работы по выполнению доходной части бюджета в течение 2017 года администрации города было организовано и проведено 11 заседаний комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета. Сумма погашенной недоимки в 2017 году составила 26 миллионов рублей. Остальные же 830 миллионов поступили в наш бюджет в виде субсидий, субвенций и дотаций с областного и федерального уровня, что обеспечило бюджету возможность реализовать в полном объеме почти все поставленные перед ним в начале года задачи. Расходная часть исполнена в сумме 1 миллиард 269,9 миллионов рублей, что на 118,9 миллионов рублей или 10% больше расходов, произведенных за 2016 год. Исполнение составило 95% годовым бюджетным назначением. Отметим, что уже несколько лет расходование бюджетных средств осуществляется преимущественно в рамках муниципальных программ, нацеленных на получение тех или иных результатов. Расходы в 2017 году осуществлялись семью главными распорядителями бюджетных средств в рамках реализации 14 муниципальных программ, включающих 32 подпрограммы, а также по непрограммным направлениям деятельности. Об эффективности же реализации программ можно судить по достигнутым целевым показателям. Так, например, судя по итоговым данным управления образованием, бюджетные средства расходуют со стопроцентной эффективностью. Достигнута и сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Кроме того, удается сегодня сохранить достаточно высокий процент охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставляется возможность получить дошкольное образование до 91% от потребности. И уже сегодня мы начинаем работу по обеспечению доступности дошкольным образованием для детей до 3 лет. Доля выпускников 11 и 9 классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, также составляет 100%. При этом 12 выпускников 11 классов награждены медалями за особые успехи в обучении. 7 человек выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием. Подробнее о том, как и на что тратятся деньги из городского бюджета, можно узнать из отчета, размещенного на сайте администрации города в разделе «Бюджет для граждан». Для участников же публичных слушаний, представленной главными распорядителями бюджетных средств, информации хватило, чтобы рекомендовать отчет к рассмотрению на майском заседании Городской думы. Юлия Берсенева, Николай Куростелев, Александр Свяжин, НТС «Ирбит».